Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Больше за 15 тысяч жихаров в области вызволены от уплаты сбору на финансование державных выдатков податковыми органами. Еще полторы тысячи рабочими группами, створенными при вынканкамах. И они протягивают разглядать заявы от грамадзян. Как ведется отповедная работа в районах, доведалась Ганна Ковалева. И направили меня в райисполком. Я собрал документы, что я устраивался, проходил комиссию. Все собранные документы рассмотрели и приняли решение освободить меня от сбора. Подобные истории еще у 68 же хоров Жлобинского района. Минавито стольких человек вызвалили от выплаты сбора в связи с тяжкой жизненной ситуацией. Это амалькожный другий человек, який звернулся с ответной заявой. Проблемы со здоровьем, смена места работы, наибольшие распространенные причины, с которыми звертаются люди. Про все нюансы нам рассказали в Жлобинске мраевые конками. Соправды про поступление на работу, многим треба проходить профессийные психологичные тесты и прационные стажировки. Отбор супрационников идей вельмедбайный, в некоторых ситуациях на это сходит шмат часу. Коли человек документально подтвердил, что проходил процесс працевладкования, его вызволяют от выплаты сбору. Каждое заявление рассматривается индивидуально. Заявление граждан, проживающих на селе, рассматривается с участием председателей сельских исполнительных комитетов. Для пояснения вопросов, возникающих во время рассмотрения заявлений. Также практикуем привлечение председателей ЖСПК и КИЗов для более глубокого изучения ситуации в семье при рассмотрении заявления гражданина. Рабочая группа Жлобинска-Граевых конкамах – это 11 человек. Представники социальной обороны, оховы здоровья, жилево-коммунальные господарки, адекваты, милиции, инспекции по податках и сборах. Заяву про мая служба «Одно в окно» с 8 ранницы до 5 вечера. Працую служба и в субботу с 9 до 12 годин. А кроме того, в любой день-тыдня можно свернуться за консультацией на правую линию. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Жлобинский район. До инших тем на реках Гомельской области почался уздым воды. И хоть об затоплении населенных пунктов яшение поведомляется, на некоторых водоемах до небеспечного узроуни застается у сего некольки десятков сантиметров. Як в регионе рыхтуются до поводки, доведаўся Олег Синтероу. А поздний раз поводка на Гомельщине была в 2013-м, причем, ведьма масштабная. Зато и потом, на протягу трёх годов, земля необходной великоти практически не отрымливала. Справа дошла до того, что у широку району, у колодежах, не засталось воды. Сказать, что сегодня эта поводка будет масштабной, поколь нема неяких поставок, а леу тым, что на большинстве рек вода выйдя на пойму, гидрологи упыўнены. В бассейнах рек Днепра, Сажа, Березины отмечается рост уровней воды. Он значительный уже от 5 сантиметров и до 18. На реках бассейна Припяти и её притоках рост уровней воды незначительный – от 1 до 5 сантиметров. Могут быть заторные явления в связи с тем, что река вскрывается, то тогда уровни достигают и 60, и 70 сантиметров. Это при заторных уровнях. Если резко тепло, но всё это тает, идёт ледоход, и где-то на поворотах рек и у мостов появляются заторы. Жахары, размещенных на берегах водоёма у ёсок, на максимуме поводки относятся навод с радостью. У речи можно будет сподеваться на добрый ураджай. Бодай, самая актуальная проблема перед початком поводки – заховывание населеницем, правилу без пеки на водоёмах. Неогледите на смотлике попереджения свода, койкость рыбаков на всё больше тонким лёде практически не изменьшается. А штрафовать их по законодавству нега отломочальная размова эффекты, как правило, не приносит. Подтопление ещё не началось, але водоёмы уже уявляют реальную небезпеку. Вода подмывая лёд, який становится рыхлым. Ось тут его товщиня может быть 30 сантиметров, ось у сім побыч у сего 5. Шанс на вартование, зразумела, есть за счёты, але цей есть сенс рызыковать. До сёлетней поводки рыхтуются и вартовальники. Причём до уздыма воды, и они относятся навод к становшим. По-перше, у речи заполнится супротивожарные водоёмы. А по-другому, есть верогодность, что сёлета не будет значимых пожаров на торфяниках. Что-то, если непосредственно вартовальных операциях, то отповедные тренировки проводятся регулярно. А проблем с наявностью спецсородку на Огомишине нема уже нескольких годов. Поводка, кажется, не цунами, да и ей можно подрихтоваться и оказать допомогу усим, кто будет иметь у её потребу. У нас созданы в области три сводных отряда. Один областной, один на базе Петрикова и Житкович, которые более подвержены подтоплению района. Техника готова, проверены сводные отряды, личный состав готов. В общем, мы готовы спасать, скажем так, отвозить на сухие территории и животных, и людей. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомик». По весновому тёплая олень, аустойливая на двор, я чакается на гэтым тыдни. Як поведомили у областным гидрометцентры, у авторок будзе переважно без опадков. У ночной и раннешней годины чакается слабый туман, на особных участках дорог захавается гололёдица. Температура поветра у нашей складе от нуля до плюс 4 градусов. У день поветра прогреется до 10 градусов тепла. У Сираду в особных районах пройдут карткочасовые дожжи. Будзе до 6 градусов тепла у ночи и до 12 у день. Опадки махчимы так само учать вверх и пятницу. А на выходных чакается тёплая и сухая надворья. Протягиваем выпуск. Некольки десятков новоценных распроцовок представили на минулых выходных у Гомельским техническом университете «Мясухога». Там пройшов фестиваль молодёжной навуки. Накольки цікавыми оказались работы починающих вынаходников, доведались наши корреспонденты. Лекции и майстер-классы специалистов IT-сферы аголовная выстава науковых и инновационных распроцовок. Их авторы – студенты ГДТУ «Мясухога», «Белдута» и наученцы областного центра технической творчести «Дятей и молоди». Усе экспонаты выник праца опошних троих годов. До приклада студенты университета «Мясухога» представили больше за 20 распроцовок. Гэта станция сортавання. Прилада може вызначать предметы по колеры, материале и сортовать по группах. Стоят определенные датчики, например, инфракрасный. Инфракрасный различает цвет. То есть у нас есть, например, черный цвет. Датчик сканирует, после чего деталь идет по конвейеру и она распределяется в свое место. Программа фестивалю познайомила наведовольников с методами проектования, технологиями 3D-друку, с достигнением робототехники и створением веб-сайтов. Настолько широко тему представили у першиню. Метовая аудитория, молодь, особливо школа. Ожидаем вызвать интерес у детей непосредственно к физико-математическому направлению знаний, передоведческим знаниям и сотрудничеству со школами более плотного в рамках шестого учебного дня. Про фориентации занятець – головные меты фестивалю. Школьникам пропоновали широк гуртков. Деяний смогут увасаблять уже свои идеи и в будущем не махчима. Стануть студентами одной из представленных тут ВНУ. Ганна Ковалева, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Турнир по существенным боям на мячах у першиню пройшел в «Гомеле». Аматору гистарышной реконструкции собрал Палац культуры фестивальный. Подрабязности в наступном сюжете. У таких доспеха ходили русские болты, европейские рыцары в 13-15 стагодях. Гистарышные образы бережливо заховывают и наводь промираются на себе члены клуба гистарышной реконструкции. Самые смелые из них одважились проверить свое майстерство володанием мячом на першему гисторию Гомельшина турниры. И он собрал коля 10 удельников. Мой доспех представляет средневекового рыцаря русских земель конца 13-го, начала 14-го века. Это клепана пришивная чешуя, собранная на коже из металлических пластин. Далее, когда бы подобным убором пришлось и с оправдой смагаться в бои, и он смог бы оборонить своего владельника от серьезных ранений. В дельнике турнира постарались максимально наблизиться до историчной правды. Один, что выдает, это сброя. Тут и она тренировочная. А вот эмоции глядача в неподробные. Им так само пропоновали примерить доспехи в истинно импровизованный рынок. С роду дельников первого на гомешине турниру были навод две девочки. Признаются, для их это как интеллектуальный вид спорта, где можно доведаться шмат текавых из истории. Занимаясь спортом, ну все не мое было. А как бы позвал друг, делал случай. Ну и очень понравилось затянуть, как бы это вошло уже привычкой, как бы стала частью жизни. Нервничаю, как и все, потому что первый раз как бы турнир у меня. Адреналин, вот это когда ты выходишь на сцену и начинаешь драться, это, ну, интересно. Тут створили усе умовы для ознамления с гисторой. Мини-макеты средневечных доспехов германской и итальянской вытворности 15-го стагодия, а так само стенды по кожным с костюмом с текавыми фактами. Организаторы кажут, сегодня Гомельшина самая слабая у средневечной реконструкции. В областном центре усяго пять клубов от поведной тематики. Однако этот турнир – первый крок на шляху до развития руху. В праздник, который час, авторы идеи плануют вывести с поборництвы на областный узровень. Ганна Ковалева, Максим Саин, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель». Жигуношника у 30-ти годовый юбилей отзначил «Духовый оркестр Гомеля». Отвлек свою историю он в Одессе с 87-го года, коли отрымал статус профессийного. Зараз оркестр з'является одним из коллективов в составе державной установы «Гомельские городские оркестры». Выконывая классичную и эстрадно-духовую музыку. У репертуары – творы белорусских композиторов, сусветные хиты минулых годов и сучасных авторов. Его концертные программы близкие не только для подрыхтованного слухача, а и для молодежной и навод детячей аудитории. Творчий коллектив – супрацовничая с дырыжорами близкого и далекого замежа. У святочный вечер артысты выконали свои лепшие номеры. В нашу золотую коллекцию вошли такие произведения, как «Ноктюрн», «Бабаджаняна», «Любовь настала», «Джазовое произведение», «Очень красивые» есть инструментальные произведения, в том числе написанные и нашими музыкантами. Принимают участие три профессиональных танцевальных коллектива. Замечательные наши музыканты, а также солисты и приглашенные артисты. Сегодня у православных верников начался Вяликий пост. Ягу адлик по традиции ведут за 7 тыдня до Вялика дня. Все лето он будет продолжиться до 15-го красавика. Пост присвеченный адмов Иисуса Христа от ежи на протягу 40 дзен, який он провел в пустыне перед распятием. Одни посту треба выключить с рационы мясные, молочные стравы, яйки, усет лустая, а так само присмаки. При этом дозволенные продукты рослинного походжения. Рыбу можно есть у два дни, у свято-благовешаня 7-го красавика и у вербницы у 9-го красавика. А кроме того, верники отмавляются от шумных святов. Надо понимать, что пост состоит не только в том, чтобы не вкушать скоромной пищи. Пост состоит еще и в духовном осмыслении, в духовном воздержании. Можно бросить такие привычки, как курение, как матерщина, как озлобленность, как осуждение. И хотелось бы пожелать, чтобы мы постились в меру своих сил, чтобы пост был для нас рассудительным и пост был покаянным, пост был с молитвой и с благими делами. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студии працава у Александра Гамоля. Добрых вам новинов и до сустреча.